Приветствую всех! Давайте вернемся к нашей кампании за Западную Римскую Империю. В прошлой серии мы остановились на битве. Давайте ее проведем. Да, я думаю, закрепимся на вот этом вот холме. А заодно и проверим, как в битве будут наши копейщики действовать. Думаю, ничего сложного не будет. У него здесь войска так себе посредственные. Так что, думаю, все будет довольно-таки просто. Конницы, как всегда, заходим в слангов. Да, стрелками я вижу, он слишком близко подошел. Они попадают под обстрел моих лучников. Да, вот я забыл включить режим защиты. Давайте ударим по их лучникам. Отлично, прогоняем, прогоняем дальше. И бьем дальше, бьем по их лучникам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вражеский полководец убегает. Настоящие вожди вообще так себя не ведут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, отлично, они бегут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, добиваем всех оставшихся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, здесь уже кавалерии без особого труда можно будет их всех уничтожить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, у нас остался вроде бы один отряд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, по-моему, да, это даже крестьяне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потери 13%, кстати. Довольно-таки много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, отличная победа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, денег нет, вражеская армия бежит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осадим Салону. Здесь. Здесь мы идем к Афинам этой армии. А вот этой вот армии осаждаем Фессалоники. Да, и Константинополь у него абсолютно беззащитный. Так, аварик. Что аварик? Нужно понизить налоги. Так, ну здесь думаю успею. В принципе у меня еще есть один ход. Да, здесь придется так же понизить налоги. В остальной части вроде бы все нормально. Да, кстати, вот этой вот армии нужно будет переправиться и захватывать Константинополь. Ну что ж, давайте сдавать следующий ход. Так, у нас умер лидер фракции. Децен Флавий. Да, налоги придется понизить. Так, новый лидер фракции Апи Тучный. Угу. Хорошо. Давайте теперь посмотрим, кто у нас будет следующим лидером фракции. Максентий Флавий. Угу. Ну да, отличный, отличный. Смотрите, какое у него управление хорошее. Да, я, пожалуй, оставлю так, как есть. Пускай он будет лидером фракции следующим. Так, здесь армию под руководством Луция Карвилия сразу же отправляем на Константинополь. Да, смотрите, вот здесь вот франки все-таки же отступили. Так, хорошо, а мы пока что вот эту вот мятежную армию уничтожим. Так, ну и, в принципе, здесь можно сохраниться, я думаю. Автобоя. Здесь у нас три к двум. Правда, да, смотрите, есть третий легион и второй легион Клавдия Пиа Фиделис. Они, по-моему, в Константинополе делаются, эти Пиа Фиделис. Давайте попробуем авторасчетом. Отлично, победа. Так, уничтожаем жителей. Поселение захвачено! Так, давайте переобучать. Ну и думаю, да, Академию можно будет построить. Так, и у нас есть 11 тысяч. Нужно их будет вложить. Куда-то. Вложить их очень выгодно, желательно. Приказы! Вперед! Да. Так. Ну, я думаю, давайте лучше в экономику все-таки же вложим. Да, и здесь так же в экономику вложим. Да. Все в экономику вкладываю. Так. Да, здесь я направил все. Здесь, в принципе, можно следить за мятежниками. Правда, они здесь бунтуют у них. Василиск Вергилий. Да, вот этот вот Амули-Антони, он опять подходит к нашему городу. К вашему слову. В пути. Ходов больше нет, господи. Ходов больше нет. Давайте, что ли, сдавать ход. Да, осадили. Осадили. Как же этот город-то? Кирена. Так. Барак у нас бунтует. Так. Коралис расширяется, да, но... Денег, денег нету, чтобы дать ему это расширение, потому что... Да, потому что здесь нужно переобучать войска. Так, а Афины совсем у них, я смотрю, беззащитные. Да, я смотрю, здесь его пираты гоняют. Ну да, смотрите, опять наёмников он. Он купил опять себе наёмников. Так, ага, здесь Александрия, да? Второй Трояна и третий Трояна. Да, и смотрите, здесь у него... Просто отличнейшие казармы. И конюшни также отличные, да. Александрию вообще желательно бы захватить. Так, ну это всё потом. Давайте пока что разберёмся вот с этими вот мятежниками. Думаю, ничего сложного не должно быть. Всё-таки же стрелковая конница. Расстреляем их себе потихонечку. И всё будет нормально. Угу. Он себе здесь на холмике, да? Встал. Так, хорошо, мы зайдём. Мы зайдём, где более ровное место будет. Да, вот огрызается пилумами. И всё-таки же наносит потери. Так, отлично. Но девять человек мы потеряли всё-таки же. Ну, я думаю, ничего такого вот прямо страшного нету. Так, до Константинополя у нас два хода. Да, вот здесь вот гунны шастают. Он себе наёмников каких-то приобрёл. Я думаю, ничего они такого вот опасного для нас уже не представляют. Но всё-таки... Но всё-таки... Но всё-таки... Да, думаю, салону я подержу немножко под осадой. Давайте сдам ход. Угу. Давайте возьмём. Так, пошли мятежи, да? Кордово уже бунтует. Так, здесь, в Фессалониках. Ага, да, здесь нужно ещё крестьян. Да, он к Константинополю, кстати, потянул крупные силы. Ходов больше нет, господи. Так. Так, в Риме, да? Умер один. Саламантика у нас, внезапное наводнение. Так, да, здесь вот он опять пойдёт на штурм. Скорее всего. Так, давайте мы здесь, вот этой вот армии, будем помогать. Отбиваться вот... Саксов. А здесь, я думаю, да, можно сохраниться и Афины. Да, хотя здесь... Да, смотрите, здесь без особых проблем. Так, уничтожаем жителей. У нас появилось много денег. Так, отлично, смотрите, Фессалоники, Афины мы уже захватили. Что мы имеем и того? Так, 32 поселения у нас. Нам нужно только Рим и Карфаген. Вернее, нет. Нам только нужно Константинополь захватить и всё. Ещё один регион. Да, здесь просто целая куча мятежников этих. Так, ну что ж, давайте что-нибудь по городам. Да, в Тенге всё-таки же дороги построю, чтобы быстрее можно было перемещаться. Так, в Кордове нужно что-то на порядок. Давайте всё-таки же собор заложу в Кордове. Да, здесь в Таре можно переписчика. Так, в Демидии тоже дороги. И арену тоже желательно. Ага, и Далраида также дороги. Так, хорошо. В принципе, нормально. Давайте сдавать ход. Да, эти франки уже начинают меня доставать. Так, хорошо. Так... Так, да, уже и франки начинают доставать здесь. Ну, я думаю, ничего такого особо страшного нет. Так, все-таки давайте я подведу сюда агента и посмотрю получше, что за войска. Ага, ну а войска здесь так себе. Ничего серьезного. Угу. Угу. В принципе, можно попробовать провести эту битву. Так, хорошо. Тактика у нас самая-самая обычная. Да, ну здесь как бы основная угроза это вот этот вот гарнизон в городе. Ну, здесь у меня опытный легион какой-то, первый итальянский. Так, придется еще чуть-чуть поближе подойти. Так. Отлично. Давайте побыстрее их окружим и уничтожим до подхода основных сил. Так, да, давайте не ждать. И атакуем их. А, да, смотрите, они двигаются. Они двигаются на помощь вот этой вот армии. Вражеский полководец убегает. Угу. Драги показали, чего они стоят на самом деле. А у них есть солдаты. Так, давайте быстренько перестроимся. Вражеский полководец убит. И сейчас его люди боятся вас. Настало время форсировать атаку. Так, хорошо, здесь занимаем оборону против вот этой вот гарнизонной армии. Так, они все еще продолжают двигаться, и это хорошо. Пускай они пройдут как можно больше, устанут. М-м-м. Да, я смотрю, здесь сдают немножко легионеры мои. Хотя нет, уже все. Да, все-таки ж гады успели закидать пилумами мою кавалерию. Есть потери, да. Ну давай, втягивай свою тяжелую пехоту. Спасибо. Спасибо. Так, не-не-не, ребятки, давайте быстренько-быстренько на лучников. Так, отлично. С ними мы справились с лучниками. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так просто ты не отступишь. Да, здесь уже можно добивать с ускоренной скоростью. Так просто я, конечно же, не дам ему отступить. Сейчас мы все это будем дело уничтожать. Субтитры делал DimaTorzok Да, вот такая вот была битва за Константинополь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да ладно тебе, ну что за фигня? Смотрите, город пустой, я не дотягиваюсь. Субтитры делал DimaTorzok Мы не можем сделать это, господин. Толководец. Ухожу из армии. Вперед! Приказы? Так, уничтожаем жителей. Приказы? Входим! Так, отлично, Константинополь наш. Ну да, Константинополь у него развит очень хорошо. Так. А нам, кстати, да, нам нужен один регион. Давайте даже вот так вот сохранимся. И попробуем заштурмовать. Три к двум. Нет. Здесь выдает поражение. Так, ну и ладно, подождем немножко. Пять ходов. Займемся как раз пока что другими делами. Пока что саксов будем отбивать. Открепление прибыли. Но смогут ли они принять участие в битве? Они и не нужны в этой битве. Так, да, лучше даже вот так вот построиться. И кто ж вам даст так просто отступить-то? Отряды быстрее, быстрее, быстрее. Да, давайте все-таки же завершать эту битву. Да, вообще, по идее, вот эту вот армию было бы неплохо переобучить. Так, у нас есть деньги, сейчас будем думать, куда их тратить. Так, давайте все-таки же продолжим. Так, я вроде бы на новом Карфагене остановился. Так, здесь... Так, все тратим. Все тратим, все, что есть. Так, хорошо, ладно, пускай будет так. Становимся на Лондоне. Так, сколько здесь четыре хода? Так, а нафига тебе четыре тарана, у тебя только три отряда пехоты. Так, и того, что нам осталось? Сейчас у нас остался один регион захватить. И, в принципе, можно заканчивать кампанию. Ну да, в принципе, это, наверное, будет салона. Хотя, вот, можно сюда вот высадиться на крит. В принципе, это не так уж-то и важно. Так, давайте сдавать ход. Так, это его вторая уже, по-моему, попытка отбить Кирену. У нас же будет главная задача удержать ее. Давайте, давайте. Так, давайте начинать битву. Так, давайте. Так. Так, давайте. Так, давайте. Враги, ровились стены. Не страшно. Стены больше не принадлежат нам. Враги захватили. Я думаю, здесь он не пробьется. Хотя кто его знает. Да, эти уже убегают. Продолжение следует. Ну да, в принципе, здесь держим оборону. Пока что еще дергаться рано. Так, у меня уже 7% потерь. А хотя, в принципе, вот бегут его бравые солдаты. Так, здесь уже можно потихоньку. Здесь даже вот так вот можно перестроиться. А здесь заблокировать двумя отрядами. Да, бравые византийцы бегут. 76 и уже убегают. Да, видимо, они не особо так рубутся в бой. Да, хотя вот эти вот очухались. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, вот здесь вот много все-таки войск. Ну, это все кавалерия. Думаю, ничего серьезного. Да, вот этот вот его генерал бьется в окружении. Субтитры сделал DimaTorzok. Да, эти как всегда разбегаются его наемники. Так, мы здесь заблокируем уже одним отрядом проход. Всех остальных потянем сюда, в эту кучу. И держится, да. Смотрите, держится в полном окружении, но все-таки ж. Может быть, ударит своим полководцем? Угу. Да, уничтожаем здесь все. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, а кто у него еще остался? Ага, вот здесь вот какие-то недобитки. Субтитры сделал DimaTorzok. Надо же, сумел сбежать. Один и сумел сбежать. Да, ну тут в принципе все очевидно. Хотя я потерял 51%. Довольно-таки много. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ладно, завершаем эту битву. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Так, медиаланьи у нас, да? Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Недоволен своей судьбой. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Ага, вот он Двинул кони, как раз вот Не дождался он окончания Этой осады Ну что ж, мы заменим его На другого Так, гунны надвигаются Зря вы сюда надвигаетесь Ничего хорошего вам здесь не светит Так, вот это вот дело Можно распустить Так, давайте в Константинополе Быстренько переобучим Войска Так, вот этой вот армии Я думаю, можно и на салон уже Лукануться Да я думаю, уже и этой тоже Если на то дело уж пошло Так, вот здесь вот Я так думаю, нужно Четыре отряда Добавить Копейщиков Здесь, пожалуй, можно один Да, и в Коралисе Я вот хотел Ага, не хватает Ну что ж, ладно Давайте один отменим И в Коралисе построим Дворец Про консулу Так, тут четыре хода Осталось в салоне Так Так Здесь, в принципе, тоже Ничего такого Вот особого Крестьян разве что Можно переобучить Ну что ж, давайте сдавать ход Господин Вперед А долг больше нет, господин Так Так Петроний Плиний Ну пускай побудет здесь Да, эти ребята явно Хотят подраться Ну Ну что ж Так Так Давайте здесь В Константинополе Будем продолжать Переобучать войска Так Я остановился Вроде бы На Лондоне Так Продолжаем Дальше Вкладывать Деньги Немножко Немножко В экономику И в порядок В принципе Ничего здесь Особого Не будет Сейчас Давайте Сдаем Еще один Ход Так Тингий Далраида Немножко Немножко попали в зависимость и в вассалитет к Роксоланам. Так, Евген Флавий есть у нас. Так, что у нас здесь? А, здесь мы подошли. Давайте все-таки сохранимся и попробуем взять штурмом этот город. Благо у нас здесь 20 к 3. Победа! Римская империя одержала победу. Мы возродили наследие Цезаря и легионы снова стоят на Страже Единого Народа. Варвары разгромлены и новая эра открывается перед вами властителем нового мира. Ну что ж, вот такая вот была кампания. В принципе, на максималке. Не так уж это и нереально пройти. Все вполне реально и все довольно-таки не сложно. Так же у меня будет к вам небольшая просьба. Ну а это отчасти просьба. Больше будет как предложение. Читайте комментарии. Все будет написано в комментариях. Ну а я говорю спасибо всем за просмотр. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok